К нам в редакцию обратилась жительница Тамбова, которая одна из управляющих компаний обвиняет в том, что она сильно задолжала. В результате 8 месяцев Таисия Буданцева живет без электричества. В ситуации разбиралась Ольга Сергеева. Таисия Анатольевна Буданцева говорит, что у нее в квартире давно наступил конец света. Все домашние дела, особенно по вечерам, она делает при свечах. Свечи у нее в каждой комнате, их запас она постоянно пополняет. Мясное, сардельки, шпикачки, котлеты, если сделаешь, то только что сегодня-завтра покормить и опять бежишь в магазины. В июле 2011 года в платежке на коммунальные услуги появилась новая строка – текущий ремонт. Но по закону текущий ремонт уже входит в содержание ремонта общего имущества. Зная это, Таисия Анатольевна просто отказалась за него платить. Оплатила все строки, кроме этой через банк. Однако управляющая компания занесла знающую закон Тамбовчанку в список должников и приняла меры воздействия – отключила электричество. Прихожу, у меня записка в двери. Открываю так называемый акт об отключении. Ни подписи, ничего. Половина ручкой, половина карандашом написана. Но факт тот, что у меня тут же опломбировали. С тех пор начались хождения по судам. Таисия Анатольевна называет это местью управляющей компанией. Света в квартире нет, а платежки с якобы долгами продолжают приходить. Каждые платежки они указывают разные. То 10, то 8, то 13, то опять 10. Как они считают? Они даже не могли это объяснить суду. Внятно, четко и представить расчет. Ничего. Одно голословие. Мы хотим, она должна. При этом женщина ухаживает за больным мужем, а делать это при свечах, мягко говоря, не очень удобно. Октябрьский районный суд признал действия управляющей компании неправомерными. Однако УЖК с решением суда не согласилась и подала апелляцию. Областной суд тоже остался на стороне Тамбовчанки. И тем не менее в управляющей компании на эту ситуацию своя точка зрения. По словам заместителя начальника отдела сбыта, строка текущий ремонт могла появиться из-за того, что потребовалось провести какие-нибудь экстренные ремонтные работы. Но свет отключили не поэтому. Основанием для отключения явилось наличие у данной женщины задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так называемая неполная их оплата, за шесть периодов. Отключение произошло после соответствующего предварительного уведомления, которое было сделано 3 мая 2012 года. И 4 июля, то есть больше, чем через месяц, произошло отключение электрической энергии за задолженность. Однако, по словам Тамбовчанки, задолженности у нее никогда не было. Она добросовестно оплачивала все услуги, и электричество в том числе. Так же говорит и ее представитель в суде. У нее начали игнорировать ее проплату. То есть человек проплачивает через банк, деньги поступают на счет управляющей компании. Управляющая компания делает вид, что она знать ни о чем не знает, и начинает печатать в квитанции задолженности. Суд постановил вернуть в квартиру Таисии Буданцевой электричество в течение двух дней. Правда, прошло уже пять. Света в этой квартире нет уже 8 месяцев. Этих трех свечей хозяйке квартиры хватит лишь на вечер и на ночь. Но Таисия Анатольевна надеется, что они станут последними, и уже утром она будет стирать, убирать, готовить, гладить при свете электрической лампы. Ольга Сергеева, Александр Пузняков, Андрей Корабельников, Александр Кобзарев. Область новостей.